Девушки отдыхают Великобритании и не только. А все начиналось здесь, в Подмосковье. Ну, тут действительно красиво. И эти места раньше принадлежали русским князьям. Поэтому, наверное, в Швейцарии это и ассоциируется у всех. Николина гора, Аксинина, Дача Шмидта. Здесь любила гулять Юлия Долгорукова. Эти места навсегда остались в памяти и сердце художницы. Теперь любимые пейзажи красуются на холсте. Юлия, она отличается своей многогранностью. Она талантливый художник. Она общается с известными людьми. Поэтому ее творчество, оно такое более светское. И мы хотим, чтобы наше население, наши люди увидели и вошли в мир прекрасного искусства. Поддержать Юлию пришли близкие друзья. Музыканты, писатели. У каждого есть своя любимая работа кисти знаменитой художницы. Я сам представитель эстрадного направления, но я стал понимать классику после 35 лет. Также после 35 лет я стал влюбляться в живопись. Поэтому для меня сегодня значимое событие. Это первое то, что я как раз непосредственно в этом замечательном заведении Успенский муниципальный дом культуры. И то, что здесь сегодня выставка, и здесь те люди, с которыми у меня очень хорошее отношение, которые хорошо относятся в наше время, это очень важно. Поэтому для меня очень такой приятный вечер сегодня. Выставка картин от Канда подмосковной Швейцарии продлится до 11 октября. Увидеть работы Юлии Долгоруковой смогут все желающие. И это лишь начало цикла мероприятий, посвященных искусству, которые будут проходить в Успенском доме культуры. Мы решили начать цикл событийных мероприятий под общей идеей синтез искусства. Это предполагает сочетание музыки, литературы, живописи, кино, поэзии, всех форм большого искусства. Это такая идея грандиозная. Мы начали ее осуществление. Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.